В районе продолжается уборочная страда. Все фермеры района стараются как можно быстрее, пока погодные условия позволяют завершить уборку. 18 июля наша съемочная группа побывала в Ходзинском сельском поселении на полях Аллея Пшихожего. О том, на какой стадии находится уборка в поселении, нам рассказал заместитель главы Аула Ходз Хасанбий Тиунов. В этом году на территории сельского поселения уборочная площадь Азимих. Зиновая культура составляет около по 3 тысячи гектаров. Из них Азимих пшеницы 1400 гектаров. На сегодня уже убрано 1020 гектаров. Осталось около 300 гектаров Азимих пшеницы. Если погода не помешает, мы должны завершить уборку Азимих пшеницы. Где-то во вторник, градус рук до среди. Урожайность в среднем от 45 и более центровых гектаров. Затем он отметил, что одним из крупных фермерских хозяйств в поселении является хозяйство Аллея Пшихожего. На сегодняшний день у них убрано около 400 гектаров. Урожайность в среднем составляет 45-47 центнеров с гектара. На поле всеми работами руководил агроном Мурат Абидов. В этом году обильные проливные дожди серьезно повлияли на урожайность и качество зерновых культур. Уборка на сегодняшний день на какой стадии находится? Почти не большая половина убрана. Майские дожди повлияли на урожайность? Конечно. Болеют некоторые поля. Урожайность упала. А как давно вы начали уборку? Так, с неделю назад начали. Когда планируете завершить? Где-то в среду или в четверг. Сколько техники задействовало? Три тандира, один окрас. По сравнению с прошлым годом урожайность снизилась на 20 центнеров с гектара, отметил Мурат Абидов. Вся техника, задействована на уборочной страде, принадлежит хозяйству. Завершить обмолот озимой пшеницы в этом хозяйстве планируется в ближайшие дни. Огромным плюсом для хозяйства является наличие механизированного тока. Помимо возможности хранения зерна на току работает завт для очистки и сушки зерна, что позволяет самим готовить семена для будущего урожая. По словам заведующего Адама Пшихожева, ток работает без перерыва и выходных. За сутки на ток поступает около 280 тонн пшеницы. Это не только урожай хозяйства, но и других фермеров поселения. Далее об итогах уборки в целом по району нам рассказал начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. На сегодняшний день в районе завершается уборка озимых колоссовых культур. Убрано пшеницы более 13 тысяч гектаров, 13,5 тысяч гектаров. Осталось 1500 гектаров, что убрано значит по процентам, это 90 процентов на сегодняшний день убрано уже. В основном это остались Ходзинское сельское поселение, Волинское сельское поселение и наиболее мелкие фермеры, которые ждут комбайнов. В целом уборка прошла положительно, при средней урожайности значит 59,9 центнеров. На сегодняшний день валовый сбор составляет более 80 тысяч тонн. Если в целом сравнить с прошлым годом, значит в этом году уборка ячменя значит у нас была произведена на площади 2020 гектаров. Средняя урожайность ячменя показала 49 центнеров. В прошлом году ячменя показала урожайность более 50 центнеров, чуть больше показала ячменя. В этом году значит зимняя пшеница средняя мы убираем 59,60 центнеров. В прошлом году этот показатель был меньше по сравнению с этим годом. Значит в прошлом году пшеница значит у нас показала 53 центнера. В этом году практически на 6-7 центнеров больше, чем в прошлом году. По уборке, значит, в среднем работало около 100 единиц техники уборочной. На перевозке, значит, принимало участие около 200 единиц техники, перевозило пшеницу и зерно. Получается, что по сравнению даже с прошлым годом прошедшие проливные дожди не принесли большую дождь? Значит, конечно, проливные дожди в июне, в конце мая, в начале июня, которые они были, практически где-то более месяца. Как мы прогнозировали, таких серьезных улетений по озимам колоссовым, значит, у нас не было. Конечно, сильно повлияло на качество пшеницы, где в основном сейчас в каждом сельском поселении, значит, по качеству зерна у нас, как бы, хорошего качества мало зерна. В основном она фуражная пшеница, но по валу, по валу, значит, по урожайности она, как бы, и больше, чем в прошлом году, и можно сказать, что не повлияло даже не так. А на качество повлияло.